МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алексей Петрович, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Наше новогоднее интервью становится уже традицией. Мы благодарим вас за такое внимание к местным средствам массовой информации. Спасибо вам за приглашение. Ну и прежде чем мы начнем и перейдем к обсуждению конкретных результатов и итогов работы в прошлом году, хотелось бы спросить, в целом, какой был этот год для округа? Ну, с одной стороны, вопрос очевидный. Год был очень неоднозначный, наполнен различными событиями и политическими, и, скажем так, хозяйственной повесткой. Но, конечно, правильно будет сказать, что, как и вся страна, на него наложилась такая геополитическая обстановка, которая коснулась, повторюсь, всей Российской Федерации. И в этом смысле я бы хотел сказать, что не выделяя каких-то, может быть, общественных, политических, партийных, принадлежности жителей нашего округа, в общем-то и депутатский корпус, общественная палата, все-все-все без исключения проявили такую колоссальную солидарность в плане реагирования и помощи тем людям, которым она в этот момент оказалась нужна. Я просто несколько цифр скажу. Это все у нас за это время собрано и отправлено во вновь ставшими российскими территориями или на сопредельные, где тоже есть в этом нужда, более 65 тонн гуманитарного груза. А это и теплые вещи, и специализированные совершенно моменты, как-то тепловизоры, дроны какие-то, коптеры. Плюс ко всему это четырьмя конвоями ушло, когда наши сотрудники, специалисты едут туда, и, собственно говоря, смотрят, как оно происходит там на месте, плюс техника, которая, что называется, там работает и выполняет задачи по специальной военной операции, техника, которая помогает в восстановлении городов. Вот мы недавно отправляли очень большой экскаватор, который там сейчас работает. В принципе, его было непросто найти, но, тем не менее, здесь, на территории округа, тоже большой спектр работы. За это время я хочу сказать, что те семьи, которые приехали и в настоящее время проживают на территории, более 300 мальчишек и девчонок только пошли у нас в сады и школы. Мы прекрасно понимаем, что помимо, собственно, предоставления места в учебном образовательном учреждении, но все-таки к ним нужен подход, потому что довелось им посмотреть, и иногда нужно вот такое вот персональное. Ну и, конечно же, работа, большая работа с семьями мобилизованных наших, она многосторонняя. Могу еще раз напомнить, что у нас центр работы с семьями мобилизованными открыт, там сидят сотрудники, то есть в любой момент можно подойти и задать какие-то вопросы, которые волнуются. Мы ведем для себя однозначно вот эту вот статистику, смотрим на динамику, и, конечно, количество вопросов нерешенных, оно падает кратно, то есть у нас на пике за неделю иногда было 1800 обращений, звонков, либо приходов людей там по тем или иным вопросам. То вот последний отчет в понедельник, который руководителем МФЦ был представлен, 44, если не ошибаюсь, обращения, то есть мы видим, тем не менее, каждый берется, есть вопросы, то есть то, чтобы они были исчерпаны окончательно, однозначно нет. Занимаемся. А как, по сути дела, вот эти внешние события повлияли на экономику муниципалитета и в том числе на бюджет округа на следующий 2023 год? Ну, это повлияло, повторюсь, на всех, и события начала года практически мы на 10% вынуждены были секвестировать собственные доходы. Это сразу же, как я говорил, может быть, уже в нашей предыдущей встрече, первым делом обрезали ту красоту благоустройства дворов, которые возможны. Мы к концу года, конечно, вернули, коснемся этого, в общем-то, по состоянию на 15 декабря мы выполнили все плановые назначения доходного бюджета, и уже понимая это за несколько месяцев до конца года, мы вернули в том числе благоустройство дворов и постарались то, что можно сделать. Тем не менее, была настороженность, и вот, может быть, в самый период, когда необходимо это делать, то самый сезон, то, что у строителей называется, несколько месяцев мы упустили, именно опасаясь, что не будет денежных средств на все. Тем не менее, повторюсь, те вопросы, которые не удалось сделать в этом году, они абсолютно точно на контроле, нам в этом смысле и жители, и депутаты не дают расслабиться, поэтому они в планах 2023 года. Очень сильно коснулось это бизнеса, тут скрывать нечего, причем я хочу сказать, что работа тоже плотная ведется и нами, и правительством Московской области по сопровождению, у нас 17 предприятий в этом году получили меры поддержки, в том числе 4 за счет местного бюджета, разные, это и кредиты, и невозвратные деньги, которые даются предприятию для того, чтобы, ну, что называется, для стартапа, для того, чтобы начать свой бизнес, и здесь я бы даже не стал выделять, что, знаете, это иногда помощь из местного бюджета 1 миллион рублей на приобретение какого-то станка, который позволит малому предприятию 2, 4, 5 человек начать работать. И у нас есть пример, предприятие, которое переориентировалось на импортозамещение, работает в сфере санитарно-гигиенических продукций, они получили льготные займы с федерального фонда на 275 миллионов, мы понимаем, что для них это просто возможность какого-то такого технологического, возможно, прорыва. Говорить о том, что что важнее, я бы не стал. Все важно, и мы обязательно продолжим. Эту работу порядка 10 предприятий у нас, это те, которые подхватили и заняли нишу после ухода иностранного производителя или принадлежащего каким-то мегакорпорациям, в том числе в пищевой промышленности, вот это, повторюсь, санитарно-гигиенической приправы. С каждым мы контактировали, практически во всех предприятиях мы выезжали, смотрели, как это происходит. Подкупает то, что несмотря на объективные сложности, необходимость менять логистику, перезаключать договоры, где-то подорожание, подорожание каких-то комплектующих, от этого тоже никуда не уйти. Люди, может быть, даже привыкшие или оттренированные какими-то предыдущими кризисами, которые бывали в нашей стране, достаточно крепко стоят на ногах, то есть понимая, что, может быть, в одном моменте прибыль куда-то уходит, они не собираются останавливаться, а очень многие прям идут и, что называется, развиваются. Ну, все пугались, я так понимаю, именно санкций, и, насколько можно сейчас видеть, они, в общем-то, не совсем, скажем так, заработали. Но, несмотря на сложности, которые вы упомянули, насколько я знаю, основные ключевые показатели экономического развития, они как раз растут. Ну, они действительно растут по абсолютным показателям. Общий объем и общий экономического оборота превысил полтриллиона, 525, если не ошибаюсь, миллиардов рублей, вот так вот оценочно до конца года будут, вырос практически на 14%. Объем отгруженных товаров в рознице почти 100 миллиардов, 95. Но давайте будем объективны, все-таки есть еще ценовая составляющая в этом, и тут надо понимать, что в натуральных показателях, возможно, не то уж прям совсем, как-то радужно. Допустим, мы создали 3000 рабочих мест в этом году, несмотря на все объективные сложности. Но, опять-таки, для Ленинского я считаю, что это не так много, и в этом смысле как раз это одно из основных приложений наших усилий, скажем так, на следующие годы. Как раз раньше в наших интервью вы выделили три основных направления работы в Ленинском городском округе? Это ввод новых социальных объектов, решение дорожно-транспортных вопросов и решение проблем обманутых дольщиков. Какие результаты здесь достигнуты? Три важнейших направления. Я, опять-таки, даже не смогу выделить что-то из них, что-то более важное, что-то менее важное. Давайте, наверное, начнем с дольщиков, потому что, ну, это действительно такой вопрос, что называется, кровный. Да, люди вложили денежные средства, и на протяжении многих лет очень часто либо вынуждены снимать где-то жилье, тратят дополнительно. У нас три локации остались, которые, ну, что называется, не завершены, и по всем есть абсолютное понимание, как и что должно происходить. Есть видный город, который застраивается за счет федерального фонда. Там 10 корпусов, по 6 из них готовность 100%. У нас, в общем-то, нет никаких сомнений, что в этом году они будут введены. Там есть огромная проблематика, конечно, с парковочными местами, с садами, школами, которые надо строить в той локации. Там два больших микрорайона, он и государев дом через дорогу. Но, тем не менее, ключи по 6 корпусам 100% люди получат. Оставшиеся 4, ну, я бы оценил, честно говоря, процентов 98, что тоже будут введены до Нового года. И в этом смысле, вот, в этой локации мы закончим. ЖК Булатникова, там, из 15, 5, вы знаете, были введены. По оставшимся 10, есть полное понимание с финансированием. Это наши же местные застройщики, которые строят многоквартирные дома на территории Ленинска, ну, и в других территориях Московской области. Они за свой счет будут достраивать эти корпуса. Срок окончания всех работ не позднее конца 2023 года. То есть ровно за год вопросы должны быть решены. И вопрос, который решается, ну, скажем так, в коммерческой ипостасе, это новая развилка, там, инвестсити, много названий у этой территории. Тут как раз полностью достраивается за счет инвестора. Подхватили, новый инвестор зашел, подхватил данный проект. Он видит для себя какую-то материальную, видимо, возможность заработать. И мы, честно говоря, очень благодарны этим молодым людям, которые занимаются, которые подхватили банку, Совкубан, который оказывает им это, в этом смысле, поддержку. Точно так же концом 2023 года должны закончить. Причем один из корпусов, 12, если не путаю, должен быть построен к середине года. Там есть еще момент, что это не просто обманутые дольщики. Там очень большой пул старой развилки, старых аварийных домов, которые вошли в обязательства по расселению. И вот люди очень этого ждут. Сейчас предварительно застройщик уже начал проговаривать те возможности. А вы знаете, что собственник всегда имеет возможность доплатить, чтобы улучшить свои условия. Наниматель, он все-таки у него более маневр ограничен для этого дела. И мы после Нового года тоже, как наше управление земельно-мышленных отношений, присоединиться к этой работе с тем, чтобы проговаривать. Есть отдельная ситуация о том, что люди хотят переехать все и сразу. Но, конечно, отказываться, допустим, когда дом будет сдан и отказываться от переселения не будем. Будем переселять, потому что это важнейший для нас вопрос. Дальше что? Дороги. Да, наверное, дороги. Есть натуральные показатели. 30 дорог заасфальтировали. Это тоже вечная работа. Она и на следующий год у нас тоже планы ведутся. Говорили мы о том, что, помните, в начале года оборудовали разворотные площадки для того, чтобы накапливать автобусы. С автобусным парком, если помните, была огромная проблематика. Я бы выделил сейчас вопрос Володарского шоссе, потому что все равно мы говорим о нем как одной из точек таких напряжения. Да, обустроена вторая полоса до пригорода Леснова и в одну и во вторую сторону. Изменена схема движения. То есть теперь поворот с Каширского шоссе налево только для общественного транспорта, ну, либо для нарушителей, но он платный. И сейчас в активной стадии строительства съезд с Володарского шоссе на 105 на аэропортовку. В общем-то, по договору, там, май окончания работ, ну, вот строители, дорожники говорят, что чуть ли не в марте постараются это закончить. Мы пока верим, как бы, но даже если в мае, как бы, все равно будет неплохо. Вы видите, что, к огромному сожалению, там, ну, погода – это… Всегда мы к ней готовимся, но еще и сопредельный с нами субъект – это Москва. Вот подкинул нам такой сюрприз с закрытием нескольких станций. И, конечно, для нас большая-большая проблема случилась. И ты, крыло пробега автобусов, оно увеличилось. Плюс ко всему, на начальном этапе не было никаких выделенных полос. То есть автобус, сворачивая с Каширского шоссе, он фактически упирался в такую же пробку, там, двигаясь к Зябликово. Сейчас эти полосы обустроены как временные, но, тем не менее, проблематика огромная есть. Плюс ко всему, люди привыкли ездить до Домодедовской, в том числе у кого-то там работу. Кто-то ездит в больницу, кто-то ездит на рынок. В этом смысле напряжение есть. Вроде бы информация, что там к маю, к июню это все должно закончиться. Вот в целом, конечно, знаете как, что-то сделано, но запаса прочности у нас, к огромному сожалению, нет ни здесь, ни те локации, которые находятся на М-2. Вот снегопад опущет, пущет того, какая-то, знаете, ДТП, которая блокирует нам все это дело. И, к огромному сожалению, мы все остановимся. Поэтому вместе с МТДИ проговорили тоже одну из проблематик в этом направлении. Ну и социальные объекты, которые строительство тоже, это вечная тема. У нас в этом году что-то получилось, что-то не получилось сделать. На следующий год планы там, наверное, раза в два, а то и в три больше, чем в этом году. Как бы и есть настрой реализовывать. Но, тем не менее, четыре детских сада, в том числе там один образовательный комплекс ЖК Май, мы ввели. И вот для меня, например, ЖК Май с тем, что удалось устроить там школу практически полноценную, девятилетнюю. Сейчас уже 300 мальчишек, девчонок туда ходят. Школа новая, современная. До конца года тоже 99%, что ведем сант в Южный Бице большой. Это тоже, наверное, я думаю, мест 500 для наших детей. Ну и плюс огромные наработки на следующий год, о которых, наверное, чуть позже поговорим. В то же время не все удалось сделать. И вот в плане известной нам компании, не буду называть, детский сад. В Южном Видном недостроены две школы до сих пор, как бы проблематику не удалось расшить. Продолжаем заниматься, хотя точка напряжения, такая точка кипения там есть. Что касается медицинских учреждений? Медицинские учреждения, да, соглашусь. Более того, последняя социология, которую я прочитал, может быть, неделю, может быть, дней 10 назад, показала, что даже не сады, школы и дороги, хотя они тоже звучат, примерно две из трех, а может быть, три из четырех прямой речи, а это самое слободневное, самое, может быть, неприятное для прочтения, но и самое актуальное в обязательном порядке, говорит как раз о проблемах в медицинском обслуживании. Мы понимаем прекрасно, что все это накладывается на тревожность такую постковидную, который снизился, но никуда не делся. Мы все равно там 50, 60, 70 в неделю фиксируем заболевших. Ну и плюс ко всему тот самый штамм гриппа этого сезона, который в этом году пришел, и люди болеют очень тяжело, да, там, я сам на себе это дело прошел, и, в общем-то, мы сможем посмотрим по сотрудникам, по близким, по сотрудникам наших муниципальных учреждений. До 9 тысяч заболевших доходило количество. Вот, тем не менее, люди ставят вопросы совершенно правильные, актуальные. Несколько вопросов удалось решить, вы знаете, в пригороде Лесное, там немножко долго лицензировались, как говорится, но, тем не менее, сейчас уже работает. В Зеленых аллеях поликлиника на 100 посещений полностью муниципалитет в настоящее время выполнил все свои обязательства, передал в нашу ВРКБ, и 16-го числа они отдали документы на лицензированные. В принципе, две недели, и теоретически есть вариант, что до конца года будет получена лицензия. Учреждение полностью укомплектовано штатом, оборудованием, отделано полностью. Боброво тоже готово, но я думаю, что это все-таки физические открытия, это перспектива 23-го года. Плюс ко всему, два объекта, которые строятся по государственной программе, это станция скорой медицинской помощи на 10 постов, новая, современная, на месте старой институтной больницы в старом видном, ну, наверное, самая естественная локация. Плюс пункт диспансеризации, это, ну, вроде бы тоже такая очевидная вещь, в то же время, я считаю, что она окажет, будет востребована, потому что это позволяет людям развести потоки, да, и прийти, сделать здоровому человеку диспансеризацию, не пересекаясь в поликлинике с потенциальными потоками зараженных, а мы понимаем, что в больницу человек, как правило, все-таки приходит, когда есть какой-то недуг. Вот. Работать это все 100% начнет, конечно, уже в 2023 году, но вот строймонтаж по максимуму хотим и оказываем содействие подрядчику, чтобы завершить до конца года. Но еще реализована программа по ремонту оснащения действующих лечебных учреждений. Да, не так много, но, тем не менее, получили мы два рентген-аппарата, флюорограф, там еще что-то поменьше. Эта работа тоже постоянная, мы в контакте с Минздравом находимся, и вот это вот Андрей Юрьевич ставит в приоритет, необходимость замены старого аналогового оборудования на цифровое, повторюсь, и планы на 2023 год, они уже тоже озвучены, там порядка 3-4-5 подобных аппаратов, они в разные части, в разные наши подразделения, поликлиники, там куда-то будут поставлены. На территории округа в том числе реализовывается программа по поддержке медицинских кадров, насколько я знаю, расскажите об этом. Важнейшая работа, можно сколько угодно строить поликлиники и ставить оборудование, но необходимые кадры. В этом смысле есть что доложить, у нас сложилась уже практика обеспечения квартирами медицинских кадров, поддерживания. Порядка 15 медицинских работников в этом году получили жилые помещения от муниципалитета, 12, если не путаю, были поддержаны, подали, мы помогали собрать пакет документов для социальной ипотеки, это когда Московская область выступает, как бы содействует в получении. Но при этом понимаем, что возможности и области, и муниципалитета в этом плане не безграничны в плане получения квартир. В этом плане существует хорошо себя зарекомендовавшая востребованная практика компенсации части арендной платы за съем жилья. Для иногороднего специалиста, который сюда к нам приехал, который самостоятельно для себя решает этот вопрос, предусмотрена выплата денег. Вот в настоящее время такая программа, она была подхвачена на уровне Московской области. Вот в настоящее время по линии Московской области, областных денег, по линии наших муниципальных, более 320 медицинских работников пользуются такой мерой поддержки. И мы в этом году за счет этого более 150 сотрудников привлекли новых и в новые учреждения, и взамен тех, кто перешел куда-то работать в другие места. В том числе там дефицитный терапевт, педиатр, врачи, которые наиболее востребованы. Мы совершенно точно не будем останавливаться над этим. И в следующем году, как правило, к Дню медика, к каким-то еще тематическим праздникам, чтобы приурочить, мы эту практику продолжим. Колюш, мы заговорили о социальных объектах. Надо, наверное, стоит упомянуть, что ведется работа и в плане открытия участковых пунктов полиции, библиотек, досуговых центров. Она тоже есть? Ну да, два участковых пункта полиции открыли. И в 2023 году два или три откроем. Я бы, честно говоря, выделил, может быть, два таких пункта. Это в Калиновке досуговый центр, про который мы говорили не один год. Скажем так, совместные усилия, когда мы выкупили помещение участника, отремонтировали его, в принципе, за весьма приемлемые для нас деньги. И уже были после ремонта. Он наполнен жизнью. Причем пространство такое достаточно современное. Оно позволяет, скажем так, переоборудовать для различных видов деятельности. Ну и люди давно-давно просили у нас в Лопатину почту. Причем большое количество было у Почты России вопросов, почему нельзя это все дело открыть. Вот именно там мы меняли локацию, но тем не менее сейчас она начала работать. И вот как раз обратная связь от людей о том, что она там нужна была. Два момента, которые хотелось бы отметить. Чуть раньше вы упомянули о том, что вот как раз мы говорили об этом, что медицинские работники получают определенную помощь в получении жилья. А какие-то еще, скажем так, группы граждан обеспечивают ли жилье муниципалитет? Ну, в обязательном порядке то жилье, которое мы получаем от застройщиков, оно предоставляется и учителям, а потребность в этом смысле есть. Хотя вот практика показывает, недавно открывали детский сад в том же самом Лопатину, и удалось с директором поговорить, откуда берется коллектив. Все-таки подавляющее число именно педагогических работников и учителей, и воспитателей в садах, они проживают в домах вокруг этого микрорайона. То есть этот вопрос решается. Тем не менее, учителям тоже предоставляем, сотрудникам жилищно-коммунального хозяйства, сотрудникам полиции. И, ну, как бы этот перечень, он не то, что бесконечен, но как раз очень определен нормативными документами, те, кому мы можем это делать. Повторюсь, мы несколько десятков квартир, а в этом году, по-моему, 35 квартир было предоставлено, вот в общей сложности. Мы обязательно продолжим и ежегодно будем это делать. Но в том числе и детям-сиротам, как я понимаю. Знаете, дети-сироты – это, ну, как бы отдельно, мы получаем часть денежных средств от Федерации для обеспечения. Это наша, ну, обязанность, если хотите, святая обязанность для того, чтобы человек-гражданин по достижению 18-летнего возраста получил возможность начать полноценную самостоятельную жизнь. У нас дети сейчас, они не детдомовские, они все с опекунами, то есть они под присмотром каких-то родственников, там, ну, в определенной степени. И для нас принципиальная позиция – мы доплачиваем каждый год деньги из местного бюджета для того, чтобы это оказалось в новостройке с ремонтом, ну, чтобы нам не было стыдно, да, за то, что происходит. Какие-то небольшие подарки, либо вот кухню, либо стиральную машинку, плюс сертификат 50 тысяч рублей для того, чтобы на старте там можно было какой-то хозяйственный скарб купить и начать ту самую самостоятельную полноценную жизнь. – Скажите, о решении какого значимого для округа вопроса Вы хотели бы отметить особо, и что еще удалось решить? – Повторюсь, они, эти вопросы, они же ведь и по локациям разные, то, что если я сейчас выделю какой-то отдельный, вот все, про что мы говорили, он может оказаться совершенно незначим для человека, прозвивающего. Ну, допустим, то же самое Володарское шоссе, которое для нас важно, оно там для Боброва, для Дрожжино, честно говоря, не имеет практически никакого значения. Знаете, мы, может быть, в сфере дорожного нашего хозяйства упустили моменты, про него можно сказать, ну, может быть, потому что он знаковый, является какой-то визитной карточкой, входными воротами города. Мы, во-первых, в этом году отремонтировали туннель под железной дорогой, подсветили, и самое главное, установили защиту от решительных водителей, которые, несмотря на все ограничения предписания, все равно с регулярностью где-то раз в неделю заезжали туда, застревали, но и полностью затрамбировали. Сейчас мы поставили ограничители, прежде чем попасть в тоннель, человек, ну, как бы, получает по комполу свои автомобили. Это останавливает особенно смелых. Ну и плюс второй момент, за который, может быть, нас даже слегка критиковали, мы тоже касались его, это пешеходный мост через железную дорогу Расторгуева. И в этом году оперативно, хотя это была, знаете, такая, ну, практически такая войсковая инженерная операция, он был демонтирован, сейчас уже можно, в настоящее время договор заключен, мы для себя ставим дату, что 1 июля, ну, может быть, 1 августа, он уже должен быть построен. Он такой, получается, двухпролетный, с двумя лифтами на одной и на второй стороне, полностью закрытый для того, чтобы в любую погоду, снег, дождь, человек спокойно там мог перейти с одной части на другую. Вот этот мост, ну, и мы, и вы, да, там, и все остальные видели вот всю жизнь, наверное, сколько мы живем, ездим либо на электричке, либо так. Поэтому он может быть и, знаете, как не самый важный, но вот знаково, может быть, действительно, повторюсь, это некие такие входные ворота в город, как некая такая визитная карточка. Вот давайте вот это укажем. Ну, тем не менее, были сделаны очень важные вещи относительно, ну, тех же самых ВЗУ, допустим, то есть для многих людей это довольно важная вещь, согласитесь. Есть и это вопрос, несмотря на то, что округ и небольшой, и находится на МКАДе, и будем говорить в достаточной степени современный, тем не менее, особенно в деревнях это вопрос есть, и он фонит. Программа, мягко говоря, не исчерпана, у нас и на 23-й год есть перспективы. Ну, и в этом году в Петровском занимались, в военном городке, в Орлово. Это касается, как правило, знаете, небольшого количества людей, ну, как небольшого, это несколько тысяч, конечно, там, больше 300, более 300 тысяч жителей в округе, но тем не менее, повторюсь, человеку важно то, что окружает его, то, что касается конкретно его. Такая программа будет продолжена в 23-24-м году, адреса понятна, в том же самом Булатниково, где мы к части улиц подвели сейчас новый водопровод, но, тем не менее, потребности у оставшихся есть, и можно дальше идти по перечню. Радует, что инвесторы, ну, скажем так, частный инвестор тоже не исключает себя из этих, и те сети, те объекты, которые остаются у них в собственности, вот в частности, тот же самый РДА, пусть и не самый комфортный для нас, но, тем не менее, реконструировали свои очистные, плюс в пригороде лесного самолет тоже построили, новые, сейчас идет пусконаладка, и есть проблематика, в том числе аварийные сбросы, которые там особенно видны на снегу, но, слава богу, подключились к этому и правоохранители, природоохранные как бы органы, поэтому я думаю, что до конца года там эти вопросы по-хорошему должны будут сняты, мы разговаривали с руководством компании буквально в прошлые выходные, там, собираясь рассматривать этот вопрос. Ну и плюс система реконструкции, модернизации, да, там и котельные, и водозаборы, те же самые муниципальные, очистные, там, что-то, какая-то часть у нас уходит в коллаборации с Москвой, там, это и проще, и сложнее, потому что те же самые коллектора, их тоже нужно менять, строить, это тоже вопрос, который не останавливается, там, ни на день, ни на месяц. На ваш взгляд, насколько популярна у жителей округа президентская программа социальной газификации? Очень популярна, очень популярна, это возможность домохозяйства, возможность семье за вменяемые деньги, понятно, это дело не бесплатно, и практика показывает и 200, и 250, но при этом даже люди, даже пенсионеры, которые приходили на прием, вот в поселке Володарского было относительно недавно, староста деревни пришла, пенсионерка такая, ну, как бы, плоть от плоть от этой земли, она сказала, что да, 220-240, тем не менее, я довольна. 47 населенных пунктов были таким образом догазифицированы в этом году, программа не исчерпана, будет продолжена, и 924, если не ошибаюсь, домохозяйства, были вот именно таким образом договоры заключены, работы выполнены, есть потребность, работа будет продолжена, более того, сейчас у нас есть территории, СНТ, ну, или там, скажем, аналогичные какие-то организации, которые тоже хотят участвовать, это тоже многие сотни домовладений, и мы с министерством областным сейчас в диалоге о том, чтобы эту программу, скажем так, лонгировать и включить их туда, там есть ограничения, но мы прекрасно понимаем, что сначала, конечно, скорее всего, придется закончить с коренными, что называется, жителями, с деревнями и прописанными там. Вот, тем не менее, запрос такой есть, и, повторюсь, мы не просто, но занимаемся. Что касается содержания и благоустройства территории, вот, например, большую популярность приобрела программа «Сто прудов и озер». Много вопросов по ней задают наши читатели. Есть тоже, что рассказать по этому поводу. Как я говорил, мы по дворам в начале года вынужденно что-то подсократили, тем не менее, потом по дистанции что-то вернули и успели делать, порядка, если не путу, порядка 15 дворов, плюс две губернаторские площадки в Горках и в Большом Саврасово. Это такие современные большие, они там больше, чем 400 метров с различной тематики. И вот один из прудов как раз в Горках был почищен по программе софинансированиями Министерства экологии. И плюс ко всему за деньги муниципалитета было произведено благоустройство территории, которые прилегающие, причем мы, ну, как бы откровенно спросили, что нужно сделать. Здесь нужно подсыпать, здесь пляж, здесь понтончик, чтобы там, мостик, чтобы можно было нырнуть, здесь лавочку поставить. Вот примерно такие были пожелания от жителей. Плюс ко всему у нас нашелся, ну, в хорошем смысле, исключительно в комплементарных тонах благодетель, который порядка тысячи порослей рыбы трех видов предоставил для того, чтобы ее можно было выпустить в этот пруд. Я думаю, что если ее всю не выловили, то она подрастет там и на следующий год рыбакам, рыболовам доставит какое-то удовольствие. Ну, тем не менее, несмотря на то, что был секвестирован бюджет, нашлись деньги для, скажем, для того, чтобы улучшить жизнь детей, в том числе, когда они гуляют во дворе. Ну, мы частично коснулись, в том числе и в сельских населенных пунктах. Но, повторюсь, мы вначале об этом говорили. Мы основной акцент все-таки перенесли на 2023 год, понимая, что в 2022, ну, наверное, процентов на 35-40 максимум, от того, что было запланировано, удалось сделать. Ни один адрес не будет забыт, и мы обязательно в 2023 году скомпенсируем вот то, что не удалось сделать в 2022. Вопрос, наверное, будет такой. Очень часто вообще Ленинский городской округ у нас является таким полигоном для всевозможных испытаний. И в этом году мы приняли участие, насколько я знаю, вот в пилотном проекте по борьбе с несанкционированной парковкой. Ну, отсутствие, скажем так, недостаточное количество парковочных мест – это тоже большая проблема. Несмотря на то, что они делаются сотнями за счет муниципалитета, мы, что называется, категорически приветствуем усилия застройщиков, когда они оборудуют, пусть даже и временные какие-то, до момента строительства многоуровневых парковок. Тем не менее, вопрос запаркованности территории и шоссе, и внутридворовый, он есть, и он важен. Причем, та задача, которую мы ставили для себя, и, в общем-то, с чем продолжим, ну, что называется, бороться взаимодействовать – это коммерческий транспорт внутри дворовых территорий, либо на каких-то общественных проездах. Для меня лакмусовая бумажка и показатель – это советский проезд, по которому я каждый день проезжаю. Я и мои коллеги, вот профильный зам Сергей Анатольевич Гаврилов, он для меня знает, что, говорю, пока советский проезд, а там каждое утро несколько автобусов, каких-то газелей стоит, и вот тот снегопад, аномальный снегопад, который случился, и не в качестве оправдания, мы несколько дней, дня 3-4, не могли там просто вычесть, потому что машина, она прошла, она еще больше завалила этот автобус, как бы ничего не происходит. Тем не менее, 5 или 6 локаций, где у нас парконы ходят, еще несколько месяцев назад, сейчас, по-моему, этот цифр уже к 12 тысячам оштрафованных приближается. Ну, наверное, это самая справедливая система, когда за нарушение надо заплатить. Это вот как штраф на дороге, если ты скорость превысил, тебе пришло в госуслуги или куда-то, письмо счастья, и ты идешь и платишь эти 500 рублей, или если 250, если услышал, не возмущая, что там кто-то тебя наказал, в принципе, мы достаточно нормально это все дело воспринимаем уже. Плюс ко всему есть и получила большой отклик у наших жителей, называется народный инспектор, это люди, которые, ну, правда, это только в летний сезон, возможно, фотографируют и присылают для того, чтобы ГУСТ принял методы своего воздействия, о парковке на зеленых насаждениях, на газонах, на всем. Тут уже, повторюсь, это просто наши граждане, которые присылают, у нас за неделю иногда 200, иногда 300 таких фотографий, таких фактов фиксируются, они приходят, и там есть нужна еще доказательная база, чтобы ракурс фотографий был правильный. Но порядка двух третей попадают, что называется, в результативность, и тот, кто уполномочен выносить эти постановления о наказании этого правонаврушения, выносится постановление. А как еще решаются вопросы безопасности в нашем округе? Знаете, у нас есть хорошо всем известная, зарекомендовавшая себя результативностью и востребованная, причем и жителями, и правоохранительными органами программа «Безопасный регион». В этом году, если не путаю, порядка 200 камер, причем отклик нашли и установка камер на подъездах перед входом в подъезд, внутри подъездов. Вот сейчас на одной из последних ВКС, когда разговаривали уже с губернатором, с профильными министерствами, многие говорят о том, что нужно камеру ставить уже в лифте. Во-первых, там действительно есть случаи, когда происходят какие-то противоправные нарушения, а во-вторых, все-таки вопросы, количество вандализма в лифте, начиная с сожженных кнопок, заканчивая разбитым зеркалом, это даже не десятки случаев, огромные деньги уходят на это восстановление. У нас в общей сложности более 5000 этих камер в настоящее время установлены, они работают, они подключены и к нашему ЕДДС, и к УМВД, и случаи, когда выявляются даже не правонарушения, а преступления с их помощью, они, мягко говоря, не единичны. Поэтому эта работа, она и в 2023 году будет продолжена. Вы упомянули, что ряд задач пришлось перенести на следующий год, и тем не менее в этом году сделано много, но тем не менее могли бы вы отметить что-то действительно такое важное, что не удалось сделать в этом году? Знаете, то, что не удалось и перенести, для меня это все-таки вопрос понятный. Понятный и есть объективно, хотя понимаем как бы неудовольство, что дорога, закатанная в асфальт или детская площадка, сделана 1 июля и 1 декабря, это две разные площадки, потому что, или там две разные дороги. Тем не менее, то, что перенесли и то, что обеспечено финансированием, а у нас бюджет следующего года, я не буду называть его оптимистичным, тем не менее он с существенным ростом. Мы когда-то, буквально год назад, радовались 6 миллиардам собственных доходов, мы на следующий год запланировали 6,6 миллиарда собственных доходов, и общий бюджет в этом году по расходам 14 миллиардов, в следующем году более 16. Из нерешенных вопросов, наверное, которые не удалось кардинально сдвинуть, это взаимодействие один из застройщиков, который строил в Новомолково. У нас за ним, к огромному сожалению, сейчас еще тот детский сад, который упоминали в Южную Видно, он небольшой, но тем не менее востребованный. Ну и плюс ко всему две школы, в том, что там Южную Видно, большая на 1100 мест. И самая для меня, наверное, критичная школа вообще в целом сейчас в Ленинском округе, это в Новомолково. Огромный микрорайон, да, мы блок начальных классов Молково, все-таки в 2023 году закончим и запустим. Но вот школа, 825 мест, это то, что необходимо, чтобы родители не возили детей, чтобы именно в той локации это случилось. Пока, к огромному сожалению, мы пытались, нескольким инвесторам предлагали, там есть схема размена на земельный участок. Но вот в настоящее время, мне кажется, мы все-таки пойдем через тем, что земля окажется в государственной собственности, там, Московской области, либо Ленинского округа, а достраиваться будет по госпрограмме. Это может быть чуть подлиннее, но, по крайней мере, в этом появится определенность. То есть год спроектировать, там, ну и полтора-два года настройку данных объектов. Я очень надеюсь, что вот именно в 2023 году мне удастся, ну, официально объявить, что мы хотя бы решение этих вопросов нашли, там, и срок, в течение которого школы будут построены. Вот мое поражение, которое не удалось сдвинуться, поражение 2022 года, это вот я, наверное, вот именно этот вопрос назову. А что в будущем году станет темой номер один для нашего округа? Какие вопросы предстоит решить в первую очередь? Володарское шоссе мы с вами сказали. То, что съезд будет построен, ну, я думаю, что сейчас уже никто не сомневается. И есть понимание, что, по крайней мере, вопрос выезда из микрорайона при этом будет решен. Конечно, огромная проблематика нашей стыки с АМКАДом. Вы видите, что на М4 сейчас эти работы, которые тоже там, ну, движутся, движутся активно, но, тем не менее, еще пока далеки от завершения. Плюс метро, все-таки надеемся, что там оно к середине года хотя бы запустится и снимет для нас этот вопрос. То есть этот момент не снимаем. Плюс ко всему у нас на следующий год совершенно, ну, хочется назвать прорывной, потому что мы не делим, ну, просто государственная программа, это более наша зона ответственности, это кровная наша ответственность, инвестиционная. Все-таки оно требует от нас более сопровождения, потому что деньги частые. Но, тем не менее, четыре школы в разных локациях, там, да, и Боброво, и в пригороде лесное, которыми крайон очень быстро растет, и восемь детских садов, которые должны возникнуть, ну, не просто возникнуть, которые должны быть введены в 2023 году. Плюс ко всему, ну, те детские сады, которые открывают сейчас на флажке и в Бице, и в том же самом Лопатину, ну, будем говорить откровенно, дети там пойдут после Нового года, да. Поэтому вот для меня это такая задача номер один, именно в отрасли, в направлении создания мест в школах, детских садах. Вы упомянули уже, что вот буквально в ближайшее время откроется несколько медицинских пунктов, скажем так, несколько медицинских объектов, да. Но, как я понимаю, на следующий год также забланирована работа в этом направлении. Согласен, да. Упустил, может быть, вот за этим разговором. Есть несколько моментов, которые действительно начнут, они строятся, и мы их видим уже сейчас, что производится работа, но работать начнут в 2023 году. Есть две большие, два больших учреждения, которые должны случиться. Первое – это в Сопроново. Это по госпрограмме. Договор заключен, и в настоящее время идет проектирование, там сейчас по сетям, с подрядчиком в абсолютном контакте. Я лично проводил пару совещаний по этому вопросу. И совершенно громадный для нас объект – это огромная поликлиника, или даже две поликлиники по 500 посещений для взрослых и детей в пригороде Лесное. Мы разговаривали об этом с руководством компании-застройщиков. Они сказали, что чуть ли не январем-февралем планируют получить разрешение на строительство данных объектов и, собственно говоря, начать физически выполнять работы. И, конечно, с учетом тех самых транспортных проблем, чтобы людям не было необходимости ехать куда-то в центр видного оттуда, для нас это будет огромнейшая победа. Ну и в Южной Битце, как я понимаю, будет открыта поликлиника. Да, в Южной Битце тоже большая поликлиника будет открыта. Так, ну впереди новогодние каникулы. Многие жители будут отдыхать, проводить время с семьей. А скажите, есть ли праздники и выходные у главы округа? Ну, конечно, есть. Особенно те календарные, которые есть. Там суббота, воскресенье. Всегда смотрим с надеждой, понимая, что субботу, скорее всего, на работе, а в воскресенье иногда бывает попроще. Абсолютно непредсказуемая вещь. И мы всегда и перед большими какими-то праздниками, и перед новогодними, когда крайний раз будем собираться на оперативное совещание, повторяем фразу, что праздники – это для людей. И вот для того, чтобы и настроение было праздничное, и проехать можно было, необходимо работать. Это касается и тех сотрудников, которые, условно говоря, сидят за рулем уборочной машины, и того дворника, который с лопатой либо с метлой производит. Ну и, соответственно, координирующая роль руководства наших муниципальных бюджетных учреждений, управляющих компаний, профильных управлений, администрации. Я очень надеюсь, что в новогодние праздники… Белый снег красивый, он же красивый, но он, к огромному сожалению, вызывает большое количество вопросов и транспортных, и по линии ЖКХ. Я надеюсь, что без природных катаклизмов все пройдет. Поэтому вот в таком аспекте, просматривая прогноз погоды и готовясь всегда быть в напряжении, планируем провести эти праздничные дни. Мы, возвращаясь к праздникам, хотели бы задать такой вопрос. Была ли какая-то встреча Нового года в вашей жизни, которая вам особенно запомнилась? Ну, однозначно была. Это достаточно грустная история. Мне кажется, я ее даже уже рассказывал. Те, кто работает в сфере ЖКХ или в сфере муниципального управления достаточно давно, 100% помнят эту историю. Это декабрь и начало января 2010 года. Тот самый ледяной дождь, настоящий ледяной дождь, который, а не то, что сейчас происходит, когда половина Московской области, в том числе большая часть Ленинского на тот момент района с определенной территорией просто остались без света, как говорится, от слова совсем. И это две недели. Я помню, что 31 декабря у меня закончилось примерно где-то после 22 часов, а в 8 часов первого нужно было уже собираться для того, чтобы дальше идти, сопровождать эту работу по включению света и налаживанию всех этих проводов. те коллеги, с которыми мы это дело проходили, мы до сих пор с таким хорошим мужским смехом вспоминаем это все дело. И я считаю, что это самое памятное празднование Нового года, которое было. Наши интервью проходят в преддверии этого замечательного праздника. Что бы вы могли пожелать жителям Ленинского городского округа в преддверии Нового года? Нет, ну, конечно, здоровье, с учетом всей этой нашей ситуации, настроение, чтобы независимо от возраста, независимо от того, чем человек занимается, вот это вот ощущение сказки, чтобы хотя бы сказки, чудо, праздника, подарков, оно пришло в сердце, пришло в голову и позволило отдохнуть, выспаться на целый год. Ну, наверное, знаете, какой-то стабильности, определенности, понимания, да, куда мы идем, ну и, конечно, благополучия. Благополучия такого и в душе мира, и материального благополучия, без него мы тоже никуда не денемся, поэтому беречь себя, беречь близких, ну и всем вместе, тем, кто имеет такую возможность, имеет такое отношение, работать на благо Ленинского округа, потому что чем сильнее будет Ленинский округ, тем будет сильнее Московская область, и тем комфортнее, как бы, и приятнее будет наша жизнь. Поэтому всех, и вас в том числе, с наступающим Новым Годом. Благодарим за теплые слова, и спасибо, что нашли время в своем графике, чтобы ответить на наши вопросы. Повторюсь, спасибо, что пригласили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...